Снегопад и мороз – это всего лишь капризы погоды, но не стихийное бедствие. За прошедшие сутки в Бендерах не зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия. Не было перебоев с подачей тепла и электроэнергии. Город живет в привычном ритме. Это просто похолодало тут. А так все нормально. Песком мало посыпано. Говорили, что песком Бендер обеспечены в изобилии. А на самом деле не везде посыпано песком, даже по центру. Молодцы. У нас во дворе почищены. И к нам туда. Сегодня утром машина в 4 часа чистила. И тротуар, и это. Спасибо им. У нас фото на Бамино, микрорайон солнечный, фото чистят, но не везде. А так дороги чистые. По крайней мере сейчас получше, чем было раньше. Сегодня дорожники приступили к уборке и вывозу снега. Работают 120 человек и 4 трактора. Снег вывозят в специальные отвалы за городской чертой. Прошедшие сутки на дорогах работало 19 единиц техники. Мощные маны очищали центральные магистрали. Одна такая машина без остановки может посыпать песком около 20 километров. Более мобильная техника задействована на второстепенных дорогах в селах Протягайловка, Гизском микрорайоне Северном. За сутки 76 тонн песко-соляной смеси было выброшено. И сегодня утром еще 5 тонн, потому что звонили таможни, такие как выезд на Кишинев, на Каушанское направление и на Варгинское направление. У них там машины останавливаются, трогаются, поэтому в результате чего образуется гололед. И эта ледяная масса была посыпана песко-солевой смесью. Ощутили на себе перемены в погоде и пешеходы. Обращаемость в травмпункт повысилась, но незначительно. За последние сутки 17 обращений, из них 4 перелома. Травмы конечностей, вывихи, растяжения – это то, с чем сталкиваются медики каждый зимний сезон. Если есть у пациента травмирование, какие-то подозрения на травму конечностей суставов, естественно, нужно обратиться как можно быстрее, по возможности, к замедленной помощи. Все, что необходимо для оказания первой помощи в больнице, в травмпункте, имеется. Не ждать, не заниматься каким-то самолечением. Но элементы самопомощи первые, конечно же, существуют. Это по возможности обездвиживания конечностей, холод местный, исключение нагрузки на травмированную конечностей. По прогнозам синоптиков, мороз в ближайшие сутки усилится. Поэтому спасатели призывают всех в зимнюю стужу быть неравнодушными. Автолюбителей быть бдительными на дорогах и снизить скорость. Всех горожан помочь малоимущим или накормить птиц и оставшихся без крова животных.